Всем привет, ребят, из пляжа Калифорнии, называется Карлсбет, не знаю, скажет или нет что-то этого названия. Находится это посередине Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Бабушка ищет золото и плак. Где тучи? Тучи нету. Сейчас 20 градусов, ребята. 20 градусов тепла, я взял полотенце. Плавать не буду, настроения на самом деле нет. А вода такая холодная, но я бы мог плавать, если бы захотел. Люди, кстати, плавают. Вон даже девочка плавает. Смотрите. Сейчас февраль. Сейчас падаю и запишу вам ролик. Смотрите, какие чайки. Они, кстати, не боятся людей. Я могу даже близко к ним подходить. Достаточно близко подхожу и не улетаю. А вот второе. Это нахожусь в Калифорнии. Посередине Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Людей достаточно. Так, думаю, где-то здесь упадут, где песочек сушим. Думаю, здесь будет хорошо. А волны какие. Класс. Вон, кстати, на серфинге, видите. Класс. Вообще, может, реально скупнусь. Не знаю. Может, и скупнусь, ребята. Капец, так классно. Зимой. Как будто отдых. А на самом деле у меня просто нет работы. Вон мой трак стоит. А я один. Смотрите, как найти, где моя машина. Так, где же моя машина? Я себе немножко еды здесь принес. Обычно еда водителя, креветки, там, нарезочка, виноград. Там еще есть у меня детское питание, потому что оно самое полезное и вкусное. И изюм в шоколаде. Люблю такое. И вот эта штука классная, шоколадная. Суфле, наверное, или как она называется. Ой, вообще классно. Чайка рядом. Мне пофигу вообще. Где здесь принц пожарать рыбки? А, она на мою креветку смотрит. Ты хочешь креветку? Ну ладно. Давай тебя пожертвуем. На. О-хо-хо. Класс. Давай еще одну. Мне не жалко. Блин, тут их прям очень много. Креветки реально классные. Я бы сам тут бы на такую прилетел. Так, чайки, уйдите. Ладно, еще одну. Смотрите, смотрите. А, ну если хвостик дам, так мне выгоднее будет. Кстати, кстати, кстати. Буша. Да, да, все равно. Никогда такого не делал. Не кормил чай креветками. Креветки классные, свежие. Не замороженные, понимаете? Ммм. Очень вкусно. В США я нахожусь уже 6,5 месяцев. То есть полгода. Сейчас расскажу вам свой опыт. Минусы и плюсы. Нравится ли мне после 6 месяцев в Америке быть. Или я захочу, может, уехать назад на Украину. Я полетел в США по студенческой визе. Кто знает? Кто не знает, говорю. Это были языковые курсы английского языка. Я один месяц проходил в школу. Курс закончился. И я решил остаться. Как вы все знаете, я остался по политическому убежищу. После курсов я также пошел сдавать на права. Американские права в Нью-Йорке. Тише я видео снимаю. Первый месяц я жил в Чикаго. Жил я в комнате. Мы с братом снимали комнату. Одну на двоих. Затем переехали в Нью-Йорк. Один месяц тоже сдать на права. Тоже это была комната ужасная. Можете посмотреть видео. У меня есть комната за 370 примерно долларов на одного. Дешево, но ужасные вообще условия были. Короче, отмучились, сдали на права. И сели на трак. Вот тот трак. Я на нем до сих пор еще езжу. Трак нам сначала дали вдвоем с братом. Так как он был один. И мы катались вдвоем на одну зарплату. По 20 центов за милю. Это вообще никакие рамки не лезло. Но как бы мы ждали другой трак. Другой трак быстро нашли. Где-то через 2-3 дня. И брату выдался новый трак. Хорошие креветки. Чувствуется, что они свежие. Они никогда не были замороженные. Прям то, что надо. Даже без соуса классные. Как выдали трак, жизнь поменялась. Так мы сидели в одном месте. Там по Нью-Йорку путешествовали. В Чикаго. Как-то на обычном общественном транспорте. А когда выдали трак, это наша первая была машина в Америке. Сразу с этой машиной, с грузовиком, открылись новые штаты, новые места. Очень много новых городов. После полугода жизни в Америке могу сказать про минусы и плюсы, которые я уже увидел. Америку я видел, вы как поняли, с многих ракурсов. В разных городах. Я за 6,5 месяца уже побывал в 41 штате. Я не был во Флориде, не был в Айдахо, Мейн, Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Род-Айленд, Аляска и Гавайи. И Нью-Хэмпшир, если бы я сказал. Есть минус именно проживания в большом городе. В Чикаго и в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, когда я ходил, то же самое я видел. Много запаха травы, марихуаны, ощущается на улицах. Где ходят дети, люди. И это все нюкает. Это, конечно, неприятно. Может, для кого-то и нравится. Кому-то нравится запах травы, мне лично не нравится. Это такой минус. В Нью-Йорке мне не понравилось, что там довольно грязно. Много русских. Люди в целом, они похожи на людей из наших стран. Они не улыбаются. Сервис желает ожидать лучшего. Короче, я для себя понял, что я в большом мегаполисе жить не хочу. Думаю, это даже из-за характера. Я спокойный человек. Мне нравится тишина, уют. Поэтому, мне кажется, я бы хотел больше жить именно... Здесь называется rural. То есть... Rural, то есть в поселке. Это не обязательно ферма. Есть поселки, я вам скажу, и в отвратительном состоянии, где запах навоза. Красивые чайки. Я очень много видел красивых поселков. Знаете, где такие стандартные американские дома. Все убрано, тихо, ровная дорога. Трава идеальная, газон. Вот так бы, мне кажется, я бы хотел жить. Переходим к плюсам. Конечно, самый главный, я считаю, плюс, это качество жизни. Мне кажется, оно именно исчисляется в деньгах. Из-за того, что здесь высокие зарплаты и сильная экономика, вы здесь можете позволить очень многое. Геотолётов очень много летает, кстати. Итак, лично я, работая даже не совсем официально, я работаю в свою компанию, я могу уже себе с зарплатой водителя на маленьком траке позволить абсолютно любую еду. Могу также позволить себе технику. К примеру, iPhone последний, последний iPad. Еда вообще для меня почти ничего не стоит. Я уже не задумываюсь о еде. Веточка на ушах закусить. Смотрите, какая огромная. Также плюс насчет цен. Цены не всегда выше в США. К примеру, топливо здесь ниже, чем по сравнению с Украиной. Бензин здесь дешевле. Дешевле, наверное, вся электроника. Телефоны, айфоны, планшеты, телевизоры. Здесь вообще по мелочи. Можно на какой-то праздник, либо Black Friday почти бесплатно получить крутой телевизор. Здесь дешевая одежда. Дешевая также еда. Но не вся. Смотрите. Американская еда, к примеру, Nutella, всякие Snickers, вот такое будет дешевле. Либо в такую же самую цену, как в Украине. А зарплата здесь в 8-10 раз выше. Также вот недавно был в магазине, видел Jack Daniels. Просто проходил, я алкоголь не пью, но увидел интересную цена. Он стоил по скидке 32 доллара. Это бутылка 1,75 литра. Я заинтересовался, сколько бы такая бутылка стоила в Украине. Я думаю, цены и в России, и в Беларуси, и в странах СНГ примерно одинаковые. Она стоила в долларах 60 долларов. То есть цена почти в 2 раза была выше. Насчет цен на жилье. Здесь большой минус. Жилье здесь реально дорогое. Даже маленькую комнату, одну, снять в месяц выйдет 1000 долларов, 1200 долларов. Если в плохом состоянии, старая, очень маленькая комната, то тогда 700 долларов это минимальная цена. Машины. Машины здесь дешевле. Абсолютно все. То есть не только БУ, а также и новые. Если не верите, возьмите такую же модель машины в вашей стране и такую же модель, такой же комплектации в Америке. Новую. И вы увидите, что цена отличается в упользовании США. Из-за того, что машины стоят дешевле, и топливо также стоит дешевле, а зарплаты в 8-10 раз выше здесь в Америке, чем в странах СНГ, здесь машина не является роскошью. Возможно, только Ламборгини, либо машины больше 100 тысяч долларов считаются здесь роскошью. А обычная машина 20-30, даже 50 тысяч долларов здесь не считается роскошью. Виноград классный. Красный виноград самый вкусный. Конечно же, без косточек. Я с косточками виноград и арбуз никогда в Америке не видел. Также большой плюс – это люди. В целом, американцы, они добрые, они действительно улыбаются. Есть исключение в Нью-Йорке. В Нью-Йорке люди меньше улыбаются. Но, к примеру, в Калифорнии, наоборот, люди позитивные. Они не только улыбаются из-за вежливости, а также реально готовы помочь. Всегда придерживают дверь, говорят приятные слова, комплименты. Приятных слов. Как-то хочется жить. Даже работа не кажется такой сложной. Появляет в себе настроение хорошее, радость и счастье. В Америке, конечно, нелегко. Особенно первые месяцы. А без английского – это, наверное, вообще ад. Потому что будет сложно понять, нужно будет русские кистаки. С английским мне, конечно, было легче, но все равно тяжело из-за различных систем. Банковская система отличается. Система страховок, страхования. Я никогда себя не страховал здоровья. Здесь мне пришлось ее оформить, страховку бесплатную. Так как стоимость лечения очень высокая. Хочется уже поплавать, но вода еще прохладная. Если было бы немножко теплее, на градусов 5, я бы скупнулся. Люди купаются. Правда, у них костюмы специальные. Не знаю, у меня уже ноги замерзнут. Короче, подошли вон. Начали по-английски общаться. Я думал американцы, но такой чуть-чуть слегка акцент, я даже не обратил внимания. Спрашиваю, откуда вы? Они говорят, в России. А я говорю, а я из Украины. Короче, все, по-русски начали общаться. Ну, ребята классные, веселые из России. Не знаю, города не спросил. Живут в Сан-Диего. Еще вертолет летит. Посоветовали одну группу там в Фейсбуке, где могут помочь. Ребята учатся в универе. Ну, кышат мои еды. Чайки, реально, блин. Чайки, вы такие чайки. Не благодарны, я им столько креветок дал. Несу вещи в машину. А то чайки такие чайки. Ой, смотрите. Новый корвет. Я бы на этом прокатился. Может, тринтонуть машину? А ну, у него съемная крыша. Короче, есть две модели, да. Здесь крыша, походу, съемная, я вижу. Классная. Я, кстати, вживую первый раз вижу. А не, вру. Уже раз третий. А вот мой, блин, корвет. Корвет промастер. 3500. В целом, могу сказать, что мне лично США нравится. Мне нравится, как здесь устроена жизнь. Как государство относится к обычным людям. А я слышал, что здесь есть тоже коррупция. Но я ее не вижу. Я вижу, что деньги уходят людям. И дороги строятся хорошие постоянно. И, я не знаю, и мусор убирается. Короче, все красиво. Большие зарплаты. Как такое может мне нравиться? В целом, США мне очень нравится. Здесь не соскучишься. Очень много крутых мест, городов, людей. Смотрите, дед, на чем катается. Вон, дед, в зеркало, видите. Это новый корвет, кто не знает. Волмарт. Нахожусь я в Сан-Диего, Калифорния. Волмарт, это типа нашего Ашана. Смотрите, пальмы везде находятся. Смотрите, вообще, как все устроено. И самое главное, я первый раз такое вижу. Это солнечные батареи. Смотрите, сколько их. Смотрите, какая тачка встала, заблокировала меня. Что вы думаете? Кадиллак? Нет, ребята, это Роллс-Ройс. Купил я вот такую мороженую. Я прочитал в интернете, что это одна из самых вкусных мороженых. Я еще Таленти не пробовал. Я пробовал Беннеджерри. Это самое крутое Беннеджерри и Таленти. Вышел с Волмарта. И на выходе, короче, там был магазин очков. И человек говорит, она тебе вот такую бесплатную салфетку для твоих очков. Я говорю, что бесплатно? Типа он говорит, да, бесплатно. Пожалуй, мне хорошего дня. Реально, аж настроение поднялось. Мне очень нравится здесь сервис, как люди относятся к другим людям. Ребята, это очень вкусно. Но Таленти в Волмарте стоило где-то 3,40 копейки. Прям чувствуется, что очень качественное мороженое. Возможно, даже натуральное. Короче, ребята, в Америке мне очень нравится жить. Здесь есть, конечно, свои минусы. Здесь есть бомжи. Здесь есть криминал, преступность. Это действительно так. Но в целом, мне все очень нравится. Самое крутое здесь то, что когда ты много работаешь, когда ты амбициозный, ты стараешься, ты хреначишь, то ты сможешь позволить себе очень высокий уровень жизни. Вот такое было видео, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии. И ждите новых роликов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok